Всем привет, это Свинтовит и мы продолжаем проходить Вауэрин. Начало. Мы до сих пор в этой лаборатории, хотя в фильме мы за 5 секунд отсюда сваливаем, но в игре мы полдня сваливаем отсюда. Ну что ж, ладно, будем долго отсюда. Уходить. Так, что здесь? Так, тогда что здесь? Ага, значит зайдем сюда сначала. Получаем опыт. Так. В комплексе введен красный код тревоги. Обеспечить военному архитову обеспечить. Вот это похоже на лабораторию, в которой, ну, подобной той, в которой нас металл заливали. Такая же подвесная штука есть. Как в фильме. Потому что это разлили токсичное. Ну ладно. А вот сюда нам по сюжету. Внимание! Внимание! Лабораторию АРЖ-11 требуется... Внимание! 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 вон то бы я пошел последний остался где-то гад твою маму застрял готова чутьешь у меня же вырублено какой черт этих ребят есть ну можно по чутью через пользоваться и чтобы этих невидимых ребят вычислять но сейчас нас чуть и не работает так давайте послушаем журнальчик рабочий дневник доктор корнелиус не смог развеять мои растущие подозрения насчет того что подопытные пленники я поговорила с капитаном страйкером он показал себя с такой стороны которую я раньше никогда в нем не замечала даже не подозревала что в нем столько холодной необъяснимой ненависти к мутантам и хотя он не сказал ничего прямо я почувствовала что если я еще раз заговорю об этом моя работа здесь будет окончена отныне я должна быть крайне осторожно своих высказываниях страйкер отправлял у страйкера родился сын мутант который был способен наводить иллюзии очень сильные очень реалистичные иллюзии и страйкер отдал на воспитание в школу к сове своего сына в надежде что профессор не вылечит его сына он считал мутацию болезни которые нужно и вылечить это мутация не болезнь это часть часть его часть человека его способность и нельзя выучить вылечить лишь можно научить контролировать свои способности и умения что собственно сделал но из-за отношения отца к мутантам и своему сыну очень вышел она потом так нам сюда крайне или за опытом и послушать очередной дневник рабочий дневник я знаю что это неправильно но я вынуждена была обыскать кабинет доктора корнелиуса чтобы узнать что на самом деле происходит с оружием икс я обнаружила что работа доктора основана на исследованиях доктора эссекса он присоединился к проекту в самом его начале в конце второй мировой войны он был гением его теории были радикальными и сильно опережали его время интересно что сказал бы капитан страйкер если бы узнал что все открытия доктора корнелиуса на самом деле принадлежат другому ученому так вот и страйкер в общем сынок видимо поссорившись с отцом немножко резко поступил в общем начал наводить на них иллюзии его мать покончила жизнь самоубийством из-за этих иллюзий отец превратилась в него в общем в ходе своих экспериментов над ними с его жидкостью которая позволяет ему как бы влиять на людей феромон какой-то в общем превратил его в оружие инвалида в общем проводил над ним на своим сыном жуткие эксперименты ну и собственно из-за этого инцидента со своим сыном и со всем этим он и ненавидел так сильно мутантов и желал их истребить использовать уничтожить но в общем не считал их за людей начнем а лишь за метод достижения цели инструменты в общем мерзкие твари которые только годятся чтобы использовать как инструменты а потом уничтожаться или разбирательной части для создания оружия очень мерзкий тип вместе с его профессором которому помогает оба выродки те еще на но извините рассказ получился сбивчивый такой корявый но что помню рассказал он заходит нужно спешить солдаты уже идут садись эта машина восстановит твое гипер чутье прекрасно фильме сезон с такого ничего не было всего несколько минут когда она будет закончена выйдешь через ту дверь спасибо за помощь логан здесь есть маленькая девочка и ей тоже нужна помощь возьми я с собой у меня нет времени работать нянька пожалуйста логан она в списке смертников ты должен помочь так не стоит вставать у меня на пути а я бывает это я я я я я я я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А все говорили, что ты круто. А у меня еще много есть. Вот так вот. Мне будет приятно убить тебя. Это все, на что ты спасаешь. Свежее мясо. 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 так вроде все надо бы кого-то свою вентиляцию закинуть конечно для зрелищности кто там куда так нам куда так нам куда огонь на подавление это ясно готов тут у нас мутанты вы знаете содержится содержится интересно я вроде девочку никакой не находил никогда так но тут почему-то военный где девочка тут вроде девочки в комнатах не было она движемся дальше так а ты кто нас снайпер собака но под себя он стрелять не может давай немножко восстановимся когда тебя засрань собака как до него добраться этого засранцы да не уж можно как-то добра тут девушки тоже невинно окей так чутье включаем чутье что мы можем с ним сделать с этим засранцем тут девушек тоже не видно может днем этим можно бросить поняли бочку ну начнем так нет бочку взять нельзя в него прицелиться нельзя так как этого засранца убрать не ну хоть бы подсказали каким макаром этого засранца можно убрать можно ли к нему подняться вообще чтобы убрать его в конце концов пуша мы вроде стрелять не умеем так можно в эти камеры заходить так в этих камерах нельзя ничего делать так промазал блин как этому уроду добраться то можно вот если мы еще сам себя подстрелил было бы замечательно гаса не что самонаводящийся блин ну как этого урода убрать я не помню как я его убирал но и наведение на него не действует блин ну как его убрать то да как оно блин как его убрать кто нибудь скажет мне как это скотину убрать в общем когда придумаю как его убрать я включу зависть не хочу уже тратить время серии стоя тут и причитая как же его убрать как найду способ сразу запущу серию увидимся через знания спустя полчаса высветила с подсказкой как это сделать молодцы я не знал что Воган может таким макаром так какого черта мне сказали что вот таким макаром можно отразить какого написали зажмите З и отразите атаку зажмите З и отразите атаку зажмите З и отразите атаку я зажал но ничего не получилось и я не понимать я совсем не понимать эту игру давайте еще раз попробуем а вот так вот то есть в последнюю секунду я должен был перед самым носом когда у меня заряд я должен ему нажать блок и он отразил и метко вернул обратно мы засранцы ну ладно будем знать что Воган способен своими лезвиями отражать ракетные снаряды гранатометные ну неважно в общем очень опасные заряды опасных пушек будем знать этот сектор полностью блокирован карты доступа предъявлять на о я думал просто цена жаль чтобы взаимодействовать ты кто я Логан а ты кто а я Анна а так это тебе говорила доктор Фрост доктор Кэрол обещала прийти за мной посмотрим что тут можно сделать мистер Логан а закрой глаза и не открывай их пока я не скажу ладно да мистер Логан ну что уроды поговорим как взрослые ну да ну да а а до подавление а 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 держи ну вот и все справились эту часть игры я слова помнить ну давайте снова так вот на тут тут давай давай логан по натурся готова я сделала как вы сказали мистер логан зажмурилась крепко-прикрепко молодец малышка а теперь нам пора выбираться я помогу я запомнила где выход когда меня вели сюда и что за какого ты телепортировала нас я передвинула нас если вы об этом сможешь передвинуть нас за ту дверь они сейчас двоих сразу мне двигать очень тяжело нет проблем жди здесь а я доберусь до комнаты управления открою дверь сама я могу попасть туда очень быстро подожди я это на зря берегись девчонка у нас полковник страйкер твоё ж медь скотина так картинку мне вернуть так чуваки со щитами моими руками как с вами бороться научите так так и Держи домовую завесу. Готово. 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 процедуру но где-то где-то это и мазаря давай повторим повторим и в этот раз ты умрешь так отсюда мы зашли держи еще уровень замечательно держи умотали этих ребят так давайте зайдем в меню персонажа мы много очков заработали аж 5 штук значит можем что-то улучшить так берсерк мы можем улучшить улучшение с 4 стоит здоровье 222 так давайте увеличим здоровье и урона берсерк пока нам больше улучшать нечего здесь по крайней мере так уже лучше нам уже не подходит опыт давайте вот этот что у нас с рефлексами ну как то так так куда мы отсюда пришли или мы оттуда пришли не мать сюда пришли тут мы послушаем дневничок я предполагаю что логан бывший член команды икс самый подходящий объект для проведения эксперимента с адамантием его способность противостоять боли объединенная с доступным ему процессом регенерации дает ему более чем 30 процентов на выживание капитан страйкер согласился с этим и проследил чтобы логан был доставлен в комплекс оружия икс вот так вот так тут закрыто будем туда не пройти ну что ж заходим сюда тут какая-то машинка есть так давайте внимательно осмотримся здесь может что-то где-то полезное нужно лежит здесь есть машинки отряд подвигается вот так а 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 машины ванном эта машина ничего то так что с тобой тем можно использовать где можно запрыгнуть ясно что с тобой я можно выдвинуть так что там же так там ничего не лежит вроде еще можно выдвинуть извиняюсь технически неповадки но мы их решили так и можно еще выдвинуть можно так вроде все посмотрим нет вроде ничего не спрятано в кузове тоже внимание нарушение периметра хана экспериментального сектора так на то что это нас еще один мутагенчик так чья-то голова так так ладно давайте их убьем готовы так да я понял я понял что надо туда я просто осматриваюсь вдруг тут что-то припрятали что мы еще не заметили так так готов встреча с наблюдателем инициатор доктор абрахам корнелиус как это могло произойти агент норд я думал что с острова невозможно убежать все было хорошо до объекта 266 890 он чертовски хитрый сукин сын да я уверен команда для его возвращения уже выслана да но я не питаю вот засранцы так готова так послушаем еще один не 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 а а а Сейчас встань в центр комнаты. Нет, пока не назовёте меня Анной. Молодая ледь, я взрослый. И вы выкажите мне надлежащее уважение или... Ну это эта девчушка. Забавляется с телепортацией. Останьте, это мне теча. Что-то у него забрало. Не умеет он с детьми. Не ладит он с детьми. Посмотрим на читьё. Так, ну вроде ничего. Не лежит интересного. Так, это у нас контрольная собака. Огонь на подавление! Не зайти ему прорваться! Обходим его! А вот засранцы. Прерывали меня. Так, что это у нас тут? Мигает. И чё, она мигает? Его можно взорвать или что ж. Ну так или иначе, давайте закончим эту серию здесь. Мы ещё немного продвинулись. Вернулись и чутьёй, и регенерацию. Совершили другую чушь, которая просто не могла произойти. Не по фирмам, не по комиксам. Ну да ладно. Не, для чего-то она всё же нужна. Раз так блестит и мигает, и в чутье зелёным выделено. В общем, увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Свинтовид. И не забудьте поставить лайк. Да-да-да. Лайк, экзамен, комментарий. Подписаться. Или посоветовать друзьям. Да-да-да. До следующей встречи. Пока-пока. Пока-пока.